Всем привет! С вами Юрий Дмитрий Ророшенко. В данном случае хотел бы вам предоставить обзор иска о взыскании заработной платы. Я уже не компенсация задерживая заработную плату на обозрение. Это стандартная форма, которую принесут актуально как для граждан Российской Федерации, так и для иностранных граждан, имеющих вид на жительство РВП, работающих по пакету, по трудовому договору и так далее. Подписывайтесь на канал. Под этим видео есть колокольчик, на него можно нажать, чтобы всегда быть в курсе всех новых видео. Также есть там раздел, надпись такая «Поделиться», на нее нажимайте, там все социальные сети. И на любую соцсеть нажимайте, чтобы поделиться с другими, потому что это, я думаю, актуальная тема сейчас для многих, тем более споров таких достаточно по заработной плате. Суд, значит, в шапке пишите суд, определяется суд по общему правилу, исходя из регистрации юридического лица или регистрации по паспорту ИП, либо физлица, смотря с кем работаете. Истец, значит, вы, тот, кто работает, все его данные, в том числе телефон, юрлицо и адрес юрлица, или фактический адрес, и плюс какие-то телефоны, средства связи. Дальше, где работаете, период, можно указать, с какого работаете, период, по какой вам не платят заработную плату, сумма задолженности, считаете, каркулируете, и все этот расчет просто делаете в приложении. Например, два месяца не платят, по 40 тысяч, 80 тысяч за должность, ну и, соответственно, в связи пишите 80 тысяч, в расчете так и прикладываете 80 тысяч, просто 2 умножить на 40, равно 80 тысяч за два месяца с октября, там, по декабрь. Здесь статьи указаны, также можно все указать, по 236 рассчитываете неустойку, в интернете убиваете, статья 206, 236, расчет неустойки по заработной плате, и калькулируете там все просто. Если в таком простом виде, если, естественно, у юриста, там по формуле расчет у юриста, я, например, по формуле рассчитываю. Здесь получаем неустойку ее также указывать, исходя из, например, исходя из интернета, судья сама пересчитает, я думаю, что будет, возможно, что у тебя побольше, потому что сумма увеличится, исходя из количества дней. По 237 моральный вред, любой, здесь всегда ее 300 тысяч, можете в 10 тысяч, 15 тысяч, 5 тысяч, сколько считаете нужным. И можете здесь указать какие-то доп. расходы, например, обращались к листу на консультацию, из квитанции опишите консультацию, там, 500 тысяч, 5 тысяч рублей. Сколько, да сколько вы проконсультируете, столько и пишите. Прикладываете квитанцию в договор на юрислуги, в том числе, если делали какую-то вам претензию, жалобу и так далее, по этому спору. Прошу суд взыскать с такой-то компанией сумму такую-то, взыскать неустойку по 236, взыскать моральный вред, взыскать, например, обращение к юристу по таким-то документам и предложение. Этот иск делайте в двух экземплярах обязательно. На третьем экземпляре вы поставите судью отметку принятия. Все документы, которые здесь вот у нас указаны, все их указывайте в двух экземплярах. Если чего-то нет, то вот здесь вот прошу, я прошу, пишите четвертое, прошу суд запросить договор туда, справку о заработной плате, копию приказа, выписку там из трудовой книжки, еще какие-то документы, штатного расписания. Ну, в общем, что вам, с чего у вас нету, из копию там выписки или копию положения о заработной плате. Вот все это можно указать. Обязательно ставите дату, подписывайте и в экспедицию приемной суда. Не через 10 приходите в суд и узнаете судьбу дела, кому назначено, какой судья, ну и дальше уже в судебном порядке разбирайтесь с работодателем по вашей заработной плате. Значит, под видео, как я сказал, есть раздел «Комментарии», туда пишите все вопросы, которые у вас возникли, которые у вас есть, с которыми вы столкнулись, по которым вы не смогли найти ответ. Нужен этот образец иска? Пишите в комментариях. Нужен образец иска? Я вам вышлю и, естественно, почту, я вам на почту пришлю. И, соответственно, работайте. Подписывайтесь на канал, обязательно поделитесь видео с другими. Успехов вам! Счастливо!